данный урок отвечает на вопрос как нарисовать зубы здесь я большое внимание уделю тому как построены наши зубы как это сделать правильно здесь надо соблюсти то что зубы у нас имеют округлую форму как все вместе они расположены такой дуге нам нужно передать понимание этого и также нужно передать то что каждый зуб в отдельности тоже имеет такую кругленькую слегка закругленную по краям формочку нам нужно правильно нарисовать пропорции чтобы каждый зуб был на своем месте чтобы они имели пропорции что имеют под словом пропорции чтобы зубы которые должны быть побольше должны быть побольше и поменьше соответственно должны быть ровно настолько меньше насколько они меньше в оригинале на фотографии сейчас я расскажу и покажу как я все это дело и так я скопировал верхнюю губу сначала это было просто дуга потом я подчеркнул какие то моменты нюансы у меня появилась толщина это моя ориентировочная толщина то есть толщина верхней губы это мой ориентир относительно неё я уже по грузомеру отступил расстояние где начинаются у нас верхние средние зубы и длину средние зубы она немножечко больше чем толщина нашей верхней губы затем от низа зубов которые я отметил верхних зубов передних зубов я отступил еще расстояние оно равно примерно расстояние наши вверх толщине наши верхние губы ну и соответственно таким образом я измерил все толщины с глазомером хотя можно провести измерения как это делается я уже неоднократно повторял в ведущих уроках более подробно смотрите урок построения полы так цвета будет вот затем значит я провожу корректировочку на же не просто какие-то кривые дух или или прямые у нас есть такие бугорки у нас здесь анатомия нам нужно провести вот такие вот маленькие поправочки и следующая задача у нас будет найти ориентиры всех зубов где они у нас будут находиться сейчас я обнаружил что нижняя губа у нас толще чем надо сейчас этот момент устраняем и потом начинаем на рисование на часами зубов как мы будем рисовать наши зубы начнем с центра то есть посмотрим где у нас середина между двух передних зубов проведем эту прямую и от нее уже будем проводить другие ориентиры и 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 изгибов и изгибы они видны примерно о третье с каждой стороны нужно отступить вот когда у нас есть середина это тоже немножко ориентируем делим все наши участки там по несколько зубов по 4 сразу зубы деле блоками потом эти блоки делим на каждый отдельно взятый зуб потом относительно верхней губы мы рисуем уже вот эти вот верха наших зубов закруглению видите то есть мы сначала нашли одну такую прямую то есть кривую по низу наших верхних зубов разделили все это на блоки и в каждом блоке рисуем зубы по сути мы просто обозначаем границы куда не должны заходить наши зубы и внутри них рисуем пропорционально друг другу нашу зубы но здесь особенно какой-то был замер не нужен они все зубы все рядом расположены всегда можно проверить чтобы вот эти вот резцы средние которые в центре находится и по краям вторые они относительно друг друга имеет разный размер это нужно соблюдать не надо рисовать одинаковыми наоборот эти больше но здесь ведь у нас слева пошли тоже зубы на уменьшение причем крайне лево немножечко побольше чем а средний в этом блоке когда мы нарисовали верха зубов уже видно как между собой коррелируются границы губы то есть где у нас десна находится все друг дружку поддерживают друг другу помогает соблюдать пропорции ни в коем случае не рисуйте как попал я так вижу это совсем другая история у нас реалистичный портрет которым нарисуем с фотографиями ни что иное строго соблюдаем реалистичность а и 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 ну вот видите у нас уже все практически точно перенесено все пропорции нужен вот кое-какие поправочки сделать изначально кажущаяся сложность отбивала охоту работать очень кропотливый скрупулезно кажется что это будет очень долго но глаза боятся руки делают как говорится вот когда мы нарисуем эскиз нам останется только раскрасить там особо тоже как говорится сложного ничего нету просто вот этот отдельно взятый объект эти наши зубы рот открытые сигаленными зубами это просто очень много мелких объектов которые должны подчиняться целому вот это как бы пугает свои сложности но на самом деле если разбить все на отдельные взятые папа ничего сложного здесь не самое сложное то мне рисовать вид камеры потому что приходится рисовать на вытянутой руке и смотреть издалека обычная нагибаюсь ближе к своему рисунку чтобы разглядеть очень точно и близкого расстояния здесь у меня такой возможности нету поэтому не судите строго самое главное мне рассказать и передать вам все вот эти секреты все нюансы что нужно соблюдать что нужно делать получилось как на фотографии то есть красиво то есть реалистично то есть по-настоящему объемно фактурно ну собственно нижние зубы вообще не сложно рисуем их каким-то одним объектом и потом делим на отдельные зубки все потом нужно просто пробежаться проверить все может быть отойти посмотреть сдалека можно раскрашивать идти и идти нужно будет от темного к светлому при раскрашивании когда мы будем идти от темного к светлому нам нужно будет учесть то что каждый зубик как я уже говорил в начале имеет плоскую форму слегка закругленными краям углами вот это все на маленьком часто очень сложно показать если бы мы рисовали этот объект очень большим то каждую вот эту каждый каждую детальку так огромные зубы можно было бы прорисовать тщательно и в целом был бы объект очень реалистично ну здесь у нас только такая сложность из-за мелкости нашей работы а в реальности на портрете обычно у нас еще меньше бывает зато у нас будет меньше прорисовок и дело будет идти быстро да вот здесь забыли мы тут собственно все раскрашиваю где матемного сейчас пройдемся вот эти сложные острые моменты мы подготавливаем себе возможность поработать кисточки побольше размера сейчас мод пройдемся подчеркнем все обведемся то возьмем кисточку побольше и сразу у нас дело сдвинется с мертвой точки возможно нам показалось что мы очень долго рисуем но мы проделали большую часть работу то есть построение было сложно теперь аккуратненько подкрадываемся середине нашей работы все все вот эти вот места где нельзя заходить за края мы сейчас аккуратненько пройдемся возьмем большую кисточку и ускоримся 2 3 4 5 6 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда вы вот так вот раскрашиваете зубы, когда вы подходите к этому моменту, вот эти полосочки, которые разделяют каждый зубик по отдельности, они на фотографии какие-то светлее, какие-то ярко выражены, темные. Вот тут нужно быть внимательным, потому что в середине обычно эти разделения светленькие, а в сторону краев они всегда темнее, темнее, темнее в градации. Это как бы тот же момент, который показывает на то, что зубы у нас находятся не в плоскости, а они у нас расположены на дуге, которая изогнута. Вот это один из моментов, который работает и показывает, который работает на это, чтобы показать эту дугу. Потом еще будет такой момент, что зубы, которые находятся по краям, они потемнее, они потому что больше в тени находятся, а передние зубы более светлые и имеют даже блики. Ну, маленькие блики могут и задние зубки, конечно, иногда иметь ситуацию. Вот это не принципиально. Самое главное, что они потемнее, а передние посветлее. Это показывает дугу, на которой они расположены. Ну, вот сейчас мы уже подошли к возможности работать большего размера кисточкой. Задаем такую общую тень. Этой кисточкой можно заходить за края, нам все равно нужно будет показать зону, которая около. Рта находится. Так наша рот будет более реалистичным. Это носогубные складки, которые образуются при улыбке. Нам нужно просто найти расстояние, на котором они находятся, от уголков рта. И, в принципе, просто повторить параллельно эту дугу, как на фотографии. И с той, и с другой стороны. Все, сейчас мы задаем сразу тонально, сделаем вот эту правильную светотень, чтобы у нас вообще было в целом. У нас, кстати, и губы тоже имеют в середине более светлые участки, а по краям более темные. Вот это все нужно смотреть вот сейчас, на этом моменте. Нужно сейчас это задать. Не потом, а сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok много работаем маленькими кисточками но на на всем портрете обычно этого немного глаза если вот такая улыбка где оголенные зубы то вот это второй момент и если на ушах может быть какие-то серьги нужно нарисовать это третий момент в основном вся работа проходит большими кисточками и все идет гораздо быстрее поэтому не отчаивайтесь такой встречается привыкайте набивайте руку ничего страшного аккуратненько прорисовываю границы где у нас десна стыкуются на нашем рисунке с границы зубов и десен все это нужно не просто капсул а именно так как на фотографии там есть и маленькое такое слой тушевания есть и ярко выражены черные такие линии все это должно быть сама десна у нас тоже имеет волнообразную такую форму и каждая волна тоже имеет темные светлые места и и Продолжение следует... 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 Видите как он высветляет... Каждый зуб у нас становится полукруглым... Но еще очень сильно не подчинено целому... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...